Ну, она больше, чем я, но у меня есть друзья-мусульмане. И знаешь, это казалось самой мирной религией. Да. Поэтому мне интересно немного больше узнать о духовности. Да, но я не спрашиваю о людях. Я больше спрашиваю об истине лжи. Потому что важна истина, верно? Потому что, знаешь, люди могут быть хорошими, но следовать лжи. Ты согласен? Да, да. Что касается меня, я не самый религиозный человек, и, если честно, скорее всего, нет. Когда ты умрёшь, где ты окажешься? Ну, я надеюсь, что ты надеешься. Разве это правильный ответ? Я надеюсь, я надеюсь. Правильный ли ответ сказать «я надеюсь» или правильнее будет иметь представление о том, где ты окажешься? Вот тут я и в замешательстве, мой друг. Да, вот почему я не верю, что существует такая вещь, как религиозный или нерелигиозный. Да, да. В конце концов, ты человек, и однажды ты умрёшь. Независимо от того, говоришь ты, религиозный или нерелигиозный. Факт остаётся фактом. Смерть приходит каждому. И когда ты говоришь больше, предполагается, что ты знаешь, когда ты умрёшь. И ты знаешь людей, которые умерли моложе тебя. Если ты знаешь людей, которые умерли моложе тебя, кто дал тебе гарантию, что ты проживёшь дольше? Итак, если ты человек, который заботится об истине и считает, что истина важна, и достаточно умён, чтобы понять, что важно то, что произойдёт позже, а не то, что происходит сегодня. Поэтому ты должен начать проводить своё расследование, верно? Да. И как я уже сказал, главное — это истина. Потому что я знаю, что есть хорошие люди среди христиан, есть хорошие люди среди сихов, есть хорошие люди среди индуистов. Но это не делает индуизм истиной. Да, верно. Ты понимаешь, что я имею в виду? На сто процентов. Да. Поэтому нам нужно исследовать саму религию. И в ходе расследования ты придёшь к выводу, правда это или ложь. Лично я вижу нас как людей, где бы мы ни оказались, там мы и окажемся. Это очень расплывчато. Я знаю, что это расплывчато. Да-да. Знаешь, это выглядит так, будто ты избегаешь ответа на этот вопрос. Смотри, не ты определяешь, где окажутся люди, и не я. Конечно, конечно. Кто это определяет? Ну, Бог определяет. Тот, кто создал. Смотри. Тот, кто создал тебя, Создатель, создавший тебя, определяет, где ты окажешься. Потому что если есть рай и ад... Кто создал рай и ад? Бог. Если Бог создал рай и ад, Он определяет, кто куда войдёт, верно? Итак, твои расплывчатые ответы, которые ты только что сказал, это только твоё мнение. И Бог не собирается делать то, что ты хочешь, или то, что я хочу. Он будет делать то, что Он хочет, верно? В конце концов, мы должны быть хорошими людьми. Как можно быть хорошим человеком? Что такое хорошо и плохо? Откуда ты берёшь свой моральный компас хорошего и плохого? Вот тут и возникают все сложности. Да. Чтобы ты сказал, что я хороший человек, Ты предполагаешь, что ты знаешь, что такое хорошо и что такое плохо. Немного, да. Хорошо. Откуда ты это взял? Ну, это что-то внутри. Хорошо. Если хорошее и плохое, как ты сказал, это что-то внутри. Ну, не причиняй людям вреда, не делай этого. Хорошо. Почему некоторые люди плохие? Что, если я получаю пользу от этого? Я причиняю вред людям и получаю деньги. Если не причинять вреда людям, можно принести пользу всем. Но это твоё мнение. Это как бы общепринятая вещь. Но это твоё мнение. Заботиться обо всех. Но это твоё мнение. Нужно делать всё, чтобы заботиться обо всех. Да, это моё мнение. Нет-нет. Для меня, если я атеист, лучше я буду делать то, что я хочу. Потому что это приносит мне больше пользы. Так что то, что ты говоришь с практической точки зрения, не работает. Так что если я вор, я скажу тебе. Всё это, конечно, хорошо, но у меня есть деньги и есть машины. А у тебя нет машины. Не говори мне, что мне делать. Верно? Дело в том, что без бога, религии и объективной морали – это только твоё мнение. Это просто даёт тебе направление. Нет-нет. Это не просто даёт тебе направление. Но я с собой можем урегулировать разногласия, сказав, что так сказал бог, поэтому это неправильно. Да. Я могу сказать вору. Тот, кто создал тебя, сказал, что это неправильно. И ты будешь нести ответственность за то, что ты делаешь. Тогда это становится объективным. Но если нет религиозного писания, то это всё лишь личное мнение. Я просто скажу тебе, что это лишь твоё мнение. А у меня есть своё личное мнение. И меня не волнует твоё личное мнение. Я получаю пользу по-своему. Кто-то вроде меня не имеет никакого отношения к религиозным людям. Поэтому я хочу узнать, как можно больше, чтобы понять. Хорошо. Что подходит мне лучше всего. Да. Но ты не можешь быть хорошим человеком, не веря в бога. Верно. Ты не можешь быть хорошим человеком. Не делай того, что сказал тебе бог. Ты знаешь почему? Потому что ты многое можешь делать в этой жизни. Но бог не является твоим намерением. Потому что ты не веришь в него. Тогда бог не вознаградит тебя в загробной жизни, потому что ты ничего не делал для него. Я понял. Ты согласен? На сто процентов. И когда ты умрёшь в загробной жизни, ты не сможешь сказать «Боже, я был хорошим человеком». Потому что ты ничего не сделал для него. Ты сделал это для себя. Верно. Например, есть люди, которые делают пожертвования, чтобы чувствовать себя хорошо. Да, да. Или люди, которые делают пожертвования, чтобы окружающие их хвалили. Верно? Верно. Потому что у тебя есть врождённое чувство, что ты должен быть благодарен чему-то. Так что некоторые люди благодарны себя. Иногда природе. Творению бога. Они просто садятся и благодарят ничто, в буквальном смысле, верно? Да, да. Поэтому они отдают то, что принадлежит богу, другим вещам. И тогда в конечном итоге происходит то, что в загробной жизни вы не можете ничего просить у бога, потому что вы ничего не сделали ради его удовольства. Итак, когда ты говоришь, что важно быть хорошим человеком, я просто излагаю тебе твою старую точку зрения. Когда ты говоришь, что важно быть хорошим человеком, ты даже не можешь определить, что значит быть хорошим человеком без бога, без религии, без руководства, исходящего от бога. И теперь другие религии расходятся во мнениях друг с другом по поводу учений. Это означает, что теперь тебе придётся исследовать, почему эта религия является истиной. Есть ли доказательства, что она от бога? Есть ли в ней противоречия? И есть ли противоречия в Священном Писании, что подтверждает, что оно не может быть от Бога? Сохранилась ли она со времен человека, который его учил? Верно? Когда ты смотришь на эти вещи и изучаешь их, и также заявляет ли Писание изначально, что она от Бога, верно? За что его критикуют другие люди? Какие доказательства привели эти люди? И нет ничего проще, чем найти истину. Это утверждение, которое я делаю. Если искренний человек ищет, он найдет. Как ты нашел свою истину? Это не моя истина. Это абсолютная истина. Как ты нашел эту истину? Да. Как найти абсолютную истину? Как ты нашел ее? Да, я отвечаю тебе. Чтобы найти абсолютную истину, нужно сделать то, что я сказал тебе. Исследовать разные религии и Писания и тому подобное. Я читал Библию. И читал индуистские Писания. Труды Гурунанака. Ты должен читать Писания других религий. Чем больше читаешь, тем больше понимаешь. Чем больше ты читаешь, тем больше ты не только понимаешь, но и знаешь, какие доказательства есть у этих людей. Например, я знаю, что в Библии есть противоречия. Да, потому что я читал. К примеру, Иуда, который, как утверждается, был тем, кто предал Иисуса, он умирает двумя разными способами. А как человек, ты можешь умереть только одним способом. А это значит, что эти люди писали свое мнение о произошедшем, а не Божьи откровения. Или посмотри, например, на индуизм. И информацию о том, что солнце тянут семь лошадей, а землю держит бык. Я любитель древней истории. Я люблю Древнюю Грецию, Древний Рим и все такое. И пантеон богов, существующих там. Если бы кто-нибудь спросил меня о том, что мне нравится, я бы сказал, что мне нравятся древние греки, которые верили в Зехса, но... Хорошо. Но они верили в эти вещи. Да, это то, во что они верили. Но они ошибались. И смешно утверждать, что существует более одной абсолютной сущности. Это не имеет смысла. Да. Потому что если есть два бога, если предположить, что их двое, не говоря уже о том, сколько богов было у греков. Давай представим ситуацию. Один хочет, чтобы ты умер, а другой хочет, чтобы ты жил. Что с тобой произойдет? Конфликт. Либо ты умираешь, либо ты живешь, либо с тобой ничего не происходит. Если ты умрешь, только один истинный бог. Если ты живешь, только один истинный бог. А если ничего не произойдет, они оба не боги. Они не могли проявить даже свою волю. Да-да, они не могли даже контролировать свое творение. А теперь представь себе, сколько было богов, по мнению греков. Один управлял дромом, один дождем, один тем, другой этим. Хорошо? Да. Итак, дело в том, что у тебя не может быть более одной абсолютной сущности из-за базовой логики. Потому что они будут противостоять друг другу в силе. Если у них будет сила, если один сильнее другого, то он бог, а второй нет. Есть еще одна вещь, которая действительно интересна в моей жизни. Очевидно, что ислам сейчас является самой огромной религией в мире. Да, это самая быстрорастущая религия. Самая большая по численности. Нет, пока что она вторая по численности. Да, но в плане роста это самая быстрорастущая религия. Так что через некоторое время она станет самой большой. Сто процентов. И для этого есть причина. Многие люди начали читать Священные Писания. Да. И понимать науку. И говорят, теперь я понял это. И то же самое, если прочитать определенную книгу, это будет похоже на научную, скажем, научную книгу. Что один плюс один равно двум. Хорошо, теперь я понимаю. Я думаю, что мы с моей женой хотим выяснить это. Абсолютно. Дело в том, что в Коране говорится, что Аллах создал нас и вложил в нас то, что называется фитра. Да, это врожденный способ узнать о его существовании. Итак, когда вы будете читать Коран, вы увидите, что фитра пробуждается. И что это имеет смысл. Это нечто уже заложено в вас. Заложено в вас Создателем. Чтобы распознавать то, о чем вы говорите. Слушай, брат, я ненавижу все, что происходит сейчас в мире. Да, да, конечно. Как я уже сказал, я сикх. Для меня мы братья. Послушай, мы все братья по человечеству. Мы все произошли от Адама. В этом смысле мы все братья в этом вопросе. Нет никаких сомнений в этом. И ислам учит нас быть добрыми к любому человеку, будь то верующий или неверующий. Пока он не воюет с нами из-за нашей религии и не выгоняет нас из наших домов. Вы должны быть добрыми и справедливыми по отношению к ним. Это учение Корана. Так что я дам вам время прочитать. Иншалла, если у вас будут вопросы, пожалуйста, возвращайтесь. Да, большое спасибо. Без проблем. Увидимся.